Приветствую вас, Мария. Давайте разберем ваш вопрос. Первое, что бросается в глаза, это, по большому счету, то, что вы не ответственны за свои действия. Хотя, конечно, вы с этим не согласитесь. То есть, как же так, я же добился достаточно много, я зарабатываю неплохие деньги, я, в общем-то, имею определенные успехи, вот, и я изучаю язык, работаю дирижером, вот, занимаюсь искусством. То есть, как же так, я не несу ответственность за свои действия. И, в общем-то, наверное, в какой-то степени вы будете правы, потому что, говоря об ответственности, я имею в виду некую-некую такие важные вещи, действительно важные для вас. Началось все, во-первых, с того, что вы стали любовницей на ночь, вот, для человека, которого вы очень сильно, безумно любили. Обратите внимание, здесь не совсем понятно, вы безумно любили человека, который, ну, по большому счету, как я понял, нас не любил. Это первое. А, то есть, я люблю того, кто меня не любил, меня не любил. Вы знали, что у человека есть девушка, или знали, как, ну, что человек, ну, не очень искренне к вам от нас, скорее всего. Вы стали его любовницей на ночь. То есть, вы переспали с ним, и у вас имелись определенные ожидания, вот, с того, что вы провели ночь. Ну, надо сказать, что с любви, если мы говорим о любви как о направленности на другого человека, это не имеет отношения. Да, для вас что-то стало травмой, безусловно, безусловно, для вас что-то стало травмой. Например, для вас стало травмой то, что он вас после бросил. Вы сказали, что смирились, приняли и отпустили, но это не так, потому что вас задело то, что он обратил внимание на вас в социальных сетях. А раз так, то не забыли. И если вы хотите сейчас ему что-то продемонстрировать, то также вы не смирились. Таким образом, у вас получается несколько противоречий в тексте, а именно, вы пишите, я осознала, смирилась и пережила. Вы пишите, как ночь на месте, чтобы спровоцировать и задеть его самолюбие. Это свидетельство того, что вы не осознали, не смирились и не пережили. И вам необходима эта проблема. Признать, что травма от той ночи или от того, что вами воспользовались, осталась до сих пор. Дальше. У меня, так же как и у моего коллеги, произнесло впечатление, что то, что вы делаете, вы делаете не совсем ради себя. А чтобы доказать себе, своей маме, может быть, мужчине, что вы успешно, что вы значимо, что вы достойны и прочее. То есть, все это делается как бы в противовес, как бы в борьбу, как бы в противостоянии с теми, кто дал вам почувствовать себя плохо. С теми, кто бросил вам. С теми, кто изменил и продолжает менять ваше представление о самой себе. То, как вы рассказываете о своих достижениях, ну, конечно, бросается в глаза. Вы как будто бы пытаетесь наполнить себя определенными плюсиками, которые у вас есть. Идем дальше. Вы пишите. Ну вот, например, вызывает интерес ваше выражение. Я посетил вам, значит, свой опер постановок хоровых фестивалей. Для чего вы это написали? Значит, так. Недавно этот человек отреагировал на мои сторис в инстаграме и следил за мной в соцсетях. Хотя новость вывела меня из себя, хотя до этого я отпустил человека. Ну, и что это значит вывела эту новость из себя? Что вы понимаете, что вывела эту новость из себя? Давайте как-то более, ну, более развернуто этот момент. Раскроем. Потому что я не очень пока что понимал, что новость вывела из себя. Хотя вы говорите, что я его до этого отпустила, ну, так извините. Как бы, совершенно очевидно, да, что вы его не отпустили. А-а-а-а-а-а-а, куколи, вас снова вывела из себя? Что вы почистовали? Боль? Обиду? Разочарование? Страх? как конкретно реакция этого человека выбила вас из себя. Выбила вас, условно говоря, из коллеги. Я не знаю, как себя вести, я в полном замещаться. Не знаю, как себя вести, чтобы что? В полном замещательстве от чего? То есть чувствовать себя, что здесь у вас некая потеря, естественно. Что свидетельствует о том, что вы не привыкли доверяться своим чувствам. Мне не хочется его блокировать, чтобы он видел все мои достижения. Зачем? С другой стороны, это не дает вам никакого покоя. Что именно это не дает вам никакого покоя. Покоя от чего это вам не дает. То есть вот, опять же здесь, не совсем, ну, не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Что не дает покоя, что это не дает покоя. И зачем вам, чтобы он видел все ваши достижения. То есть такое ощущение, да, что человек вас обесценил, такое чувство. Что человек вас обесценил. Человек вас обесценил и вы прикладываете все силы для того, чтобы доказать о себе и ему, что обесценить раз у него не получилось. Ну, вся беда только в том, что если вы хотите, уже сейчас доказать, что у нас не обесценил, значит, вы уже изначально согласились с тем, что вас все-таки обесценят. Иначе бы не возникало необходимости сейчас в том, чтобы он видел ваши достижения. Ведь обесценивает человек в других людей всегда самовы себя. Человек не доходит в школу, курит траву, ничем не занимается. Мне хочется достичь еще больше высоты, чтобы поднять себе самооценку. Я не могу смириться, что меня наглядно бросить и предать. Если вы хотите поднять себе самооценку, то она у вас страдает. Если вас страдает самооценка, то вы себя оцениваете. Самооценка может страдать тогда, когда человек сам себя оценивает. Ну, собственно, возникает вопрос, а на каком, простите, основании вы себя оцениваете? Вы говорите, меня бросили и предали. Не могу с этим смириться. Может быть, потому что принимаете на свой счет то, что человек сделал. Может быть, потому что вы не видите или не хотите видеть, что дело здесь не в вас, а дело здесь в нем и только в нем. Что вопрос, он вас не из-за вас, а из-за себя, что это его личные проблемы. Что он решает свои личные проблемы за счет вас. И вы, в какой-то степени, поступаете сейчас так же, как он поступает. То есть, так же, как он, пытаетесь решить свои собственные проблемы за счет него. И я полагаю, что имеете из-за этого определенного рода трудности. Потому что нельзя решить свои проблемы за счет другого человека. И через другого человека тоже. До этого я увидела мать в С-17, которая от меня отказалась. Это был один из худших событий в моей жизни. Не очень понятно, что вы имеете в виду. То есть, вы хотите сказать, что вы увидели в социальных сетях свою маму, которая от вас отказалась или что. То есть, я вот этот момент не очень, конечно, понял. Но если вы столкнулись с чем-то, что травмировало вас, то с этим, вне всякого сомнения, нужно работать. С этим, вне всякого сомнения, нужно взаимодействовать, чтобы помочь вам эту травму впереди. Видите, вы считаете, что вас могут пройтить и видеть. Но я боюсь, что вы просто-напросто не замечаете, что видите в людях только лишь то, что хотите видеть. И не более того. То есть, вы видите в людях то, что вам нужно видеть. А не то, что они из себя на самом деле представляют. Дальше людей вы не видите. Хотя, конечно, здесь возникает вопрос, а почему вы не видите реальных людей? Ну, ответ на это, на мой взгляд, достаточно прост, потому что вы чем-то нуждаетесь, у вас есть желание, ответственность за которые вы перекладываете на других людей. И поэтому вас, ну, могут вот как раз-таки люди предать и бросить, потому что у вас есть определенные ожидания от них. Ну, определенные ожидания от людей. Вот. Если бы ожиданий не было, то все было бы более чем в порядке. Дальше. Как найти вести себя, чтобы спровоцировать и задеть его с малюбер. Зачем? Что делать мне? Чтобы что? Я никак не отделена мышкой вниманием. Скорее я ощущаю его призбит. Ну, мышку и внимание само по себе. Это довольно-таки, я бы сказал, обесценивающая история. Вот. Потому что, ну, что значит мужское внимание? А, вот что значит мужское именно внимание? То есть, мужское внимание, это значит внимание только мужчин. То есть, вы хотите сказать, что воспринимаете окружающих вас людей, мужского пола, только как представители этого самого пола. но это крайне, на мой взгляд, узкая позиция, крайне узкая позиция по отношению к людям. Вот. И то, что вы чувствуете переиспыток мужского внимания, тоже имеет свои природы. Тут надо все-таки разобраться с тем, что вы понимаете под переиспыток мужского внимания. Следующий важный момент, это то, что мне кажется, вы очень по-взрослому себя стараетесь свести. То, что вы пытаетесь сподавить в себя всю эмоциональность. Вот. Свою, всю свою эмоциональность пытаетесь, да, пытаетесь сподавить. Вот. То есть, стать таким, знаете, идеальным взрослым человеком. А мужчина, который курит траву, который не закончил школу, который не соответствует правилам, он выглядит для вас привлекательным. Ну, более привлекательным. Именно по той простой причине, что он олицетворяет все то, чего вы сами хотели бы. Но вот бы так, получить этого не можете всего того, что сами же блокируете свое эмоциональное состояние. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам, наверное, сказать. Вот, то, что я мог бы вам ответить. Ну, с учетом тех моментов, которые вы написали. Я, правда, не очень понял, зачем вы опубликовали фотографию свою. То есть, для чего нам ваша фотография, как она должна помочь нам, именно психологу, в решении ваших трудностей. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Очень надеюсь, потому что хотел бы, чтобы свои проблемы вы решили. Вот. Я не знаю, честно, я не знаю, насколько вы критично себя воспринимаете сейчас. Вот. Вот. Не могу знать, насколько критично себя воспринимаете. Но я так же знаю, что без работы с психологом вам ваши проблемы не решить. Так себя вы всегда и будете чувствовать вот такой использованный. Потому что вы позволяете людям себя использовать. Потому что идите на поводу их желаний, их амбиций, их проблем. Ну, если такое происходит, почему бы и не воспользоваться вам. То есть, понимаете, вы же производите впечатление, первое впечатление, такого очень сильного человека, очень успешного человека. Но если в душе вы слабы, если вы, ну, если вы не уверены в себе, например, что будет проблема. Понимаете? Будут проблемы, будут, трудности, трудности. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация самым лучшим образом будет разрешена и вы найдете из нее выход. Я желаю вам cheeks. Чтобы тебеaben и tôi запрет что нет. Продолжение следует...